Но я обещаю вам следующее. Я буду сражаться за вас до самого конца, и я буду верить в вас, господин Ацума. Здарова, народ! Вы на канале Дювплей, и мы продолжаем проходить хроники великих детективов. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, подпишитесь на канал и погнали! Судебный процесс, состоявшийся два дня назад, ознаменовал возвращение лорда Ванзикса в зол суда после очень длительного перерыва. Судебный процесс над Магнусом Магелденом. Ох, какой это был мучительный опыт! Я верю, что это появление произв... Что это появление произвело здесь, в столице, даже больше резонанс, чем сегодняшнее. Но мы бы, конечно, не осознавали этого, ведь мы только что приехали в страну. Почему жнец так скоро вернулся в Бейли, совершав на первый взгляд обыч... Ээээ... Эээ... Вкатившись в обычное убийство на первый взгляд. Вот вопрос, которым задаётся в газетах. И все они предлагают разные ответы. Мирное! Мирное! Для некоторых из нас это самое значимое измерение изречения века! О, господи! Я не хотела вас обидеть, господин Нацуме, но... Так это описывают газеты. Ну, и... Чтобы мы не забы... И не будем забывать... И не будем забывать, что это может спровоцировать... Межнациональный инцидент. Очевидно! Очевидно, что повторное появление этого печально известного прокурора привлекло внимание людей. Но есть ещё одно вопиющее противоречие в судебном процессе двухдневной давности. Да, я согласна. Замечающий студент, господин Нарохода Эсквайр! Это вы! Я? Ну, полагаю... Это правда. Оба раза именно вы выступаете против этого легендарного прокурора. Это... Это может означать только одно, что вы с Жнецом друзья! Дурак! Пожалуйста! Я... Не общаюсь... Не дружусь... С... С... С несущими смерть. Приносящими смерть. Боюсь, что на самом деле есть только одно объяснение. Это может быть только ещё одним примером, господин Нарохода. Вашего необычайно плохого... Вашей необычайно плохой удачи. О, спасибо за это! О, это просто моё везение! Почему меня должен представлять человек с таким ничтожным... С такой ничтожной удачей? Это как минимум самый неудачливый юрист! Ну, давайте не будем забывать. Что это вы, господин Натсуме, попросили меня представлять ваши интереса? Да... Это правда, что я всего лишь студент и недавно приехавший в Лондон, у которого мало опыта, навыков или удачи. А, незамечающий студент-стажёр тут больше подойдёт. Во... Я допёр. Но я обещаю вам следующее. Я буду сражаться за вас до самого конца. Я буду верить в вас, господин Натсума. О, великодушный стажёр мистер Нарухода Эсквайр! Вы больше не одиноки, господин Натсума. Что бы ни случилось, мы всегда будем на вашей стороне. О, великодушная внештатная помощница мисс Микотоба Эсквайр! Сейчас... Почему он всех Эсквайрами называет? Я перед вами в долгу навсегда! Я никогда не забуду... Господин Натсума! Адвокат защиты! Судебное заседание вот-вот начнётся! Пожалуйста, немедленно пройдите в зал суда! Ладно... Ну что ж, господин Натсума, пора... Пошли! Д-д-д-д-д-д-д-д-дд-д-д-д-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-а-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а! И вот... Моё второе появление в британском суде... И мой второй процесс против Жнеца. Надеюсь, ты смотришь за мной, Кадзума. Наблюдаешь. Потому что в этот раз я не позволю своей вере поколебаться. Я буду верить в своего клиента до последнего. Так же, как ты верил в меня. Я верю, что я смогу это сделать. Я готов к этой битве. Я бакен, серьезен. 20 февраля, 10 утра. Зал суда Олд Бейли. Опять эти обмутки. А мы что, поменялись местами? От имени Ее Величества Королева Настоящим объявляю заседание суда открытым. Теперь я предоставляю Слово... Слово прокурору обвинения и адвокату защиты. Обвинение полностью подготовлено, Милорд. Защита готова, Милорд. Японцы. Поистине удивительная нация. Простите, что? Лорд Стронгхерд рассказал мне о вас все. Что вы студент, который прибыл в Лондон всего два дня назад. Просто любитель. В чем-то он прав? Будучи соотечественником, вы чувствуете себя обязанными попытаться помочь обвиненному. Типичная японская высокомерия. Простите меня, но я не считаю, что высокомерие подходящее описание. Сусата-сан. После всего, в конце концов, на нашей предыдущей встрече подсудимый балл признан невиновным. Я уже забыл, что он хуярит в Венешко постоянно. Венешко-кон. Венешко-прокурор. Это правда. И это был самый увлекательный, хотя и мрачный процесс. Трагический финал, конечно, наступил позже. Затем был трагический финал. Выпьем за оправданного и за его несчастную, жестокую... кончину. Благодарю! Благодарю, сторона! Вижу обе стороны в хорошем состоянии! И так, дамы и господа, присяжные заседатели! Присяжные, готовы ли вы выполнять свои обязанности здесь, в суде? Как беспристрастные представители общественности! Никогда не узнаешь, когда тебе не повезет! Но я верю в честную игру для всех! Ну, я должна предупредить вас, я гораздо более безжалостна, чем кажусь! Блядь, я давал, это у нее подбородок! Это не подбородок, это блядский... Как его? Воротник! Ну, это не касается меня, мы вы... Что вы видите, то и получите, я миролюбивый парень! Ебать! Боюсь сказать, эээ... ээ... Я... Думаю, вполне возможно, что это сделал усатый иностранец! А, не хотелось бы спешить! Подожди, блядь, она будет присяжной? Она же нам будет ломать всю игру! Да ладно! Чего мы ждем? Без сомнения! Это сделал он! Сореночи! А? Не совсем понял! Ну что ж, давайте начнем! Ваше вступительное слово, пожалуйста, мистер Ванзикс, лорд Ванзикс! Совсем недавно Великобритания подписала союз с набирающей силу державой на Дальнем Востоке! Обвиняемый на скамье подсудимых, эээ... Это студент из этой же страны! Некий господин Сосеки прием! К сожалению, доброта не была возвращена! Фактически этот студент обвиняется в самом зловещем деянии! Блять! Вонзить нож в спину невинной женщина, которая просто шла по улице! Преступление с холодным оружием? Я говорю вам по своему горькому опыту, это худшее! Что, черт возьми... Кто, черт возьми, они такие? Только посмотрите на его болезненный цвет лица и невысокий рост! Он... Он один из этих ужасных японцев! А у него не болезненное лицо, у него такой просто цвет лица! Японец! Давайте покончим с этим! Итак, все вместе со мной! Раз, два, три! А! Соряныча! Шо-то я нихуя не услышал! Прошу прощения! За... Простите мне мою невежливость разбить мою священную чашу здесь! В этом большом зале! позвольте мне вызвать на трибуну первого свидетеля! отлично! Судебный пристал! Проведите инспектора! Пожалуйста! Скажем так, Гамшу был еще не самым хуевым инспектором! Назовите пожалуйста! Ваше имя и род занятий! Да, сэр! Тобиас Грэгсон! Инспектор по расследованию в Скотланд-Ярде! Не могли бы вы кратко изложить суть дела? Предполагается, что жертвой стала молодая женщина лет двадцати по имени Олив Грин! Прошу прощения инспектор! Вам кажется? Да! Получив удар ножом в спину от нападавшего жертва потеряла сознание! Это было три дня назад! И она была и она с тех пор в коме! Что? Так они даже не знают наверняка кто она? Хм! В коме! Понятно! Но ее жизнь вне опасности! Жизненно важные органы судя по всему не заняты! к счастью для восточного студента обвинение будет не в убийстве! Ну и такой хуй мы тут собрались тогда! Пожалуйста расскажите подробнее инспектор! Сэр! Если можно я я хотел бы попросить всех взглянуть на эту карту улиц! Как я уже упоминал инцидент произошел три дня назад около пяти часов вечера! Это случилось на тро на проспекте блять поджди идущем вдоль брая роуд широкой такой улицы для конных повозок! Снег еще не сошел когда жертва мисс грин шла по улиц не прекратился! Когда шла по улице мисс грин сжал сжал неожиданно к ней сзади подошел обвиняемый и ударил ее ножом в спину! к счастью жизнь молодой леди была спасена и в настоящее время она проходит лечение в одной из городских больниц но так как она без сознания мы конечно не смогли взять у нее показания а может она даже была не против это материалы дела содержащие все что нам известно о жертве на данный момент спасибо инспектор суд примет документы в качестве доказательства если вы позволите окей слушай я хочу материал посмотреть файл содержит обзор дел и подробно скажем ножом спине в настоящее время находится в госпитале пока в сознание не пришло но ну и молочи какое оружие было использовано сэр у меня есть это это было извлечено из спины жертва складной ножик и из-за из-за этой огромной штуки мне теперь страшно ходить по улице да какая же та огромная штука это складной ножик он большим не может быть прям таким как ну я конечно оцениваю с точки размера тесака какого-нибудь с таким ножи чем почти любой мог бы зарезать бедную женщину наверное даже тучина вид сасаки сан я полагаю я бы сказал что это обычный складной нож довольно невзрачный да вот я тоже так говорю они не верят спасибо инспектор суд принимает ножик в качестве доказательства почему блайт блайт это лезвие целый ножик а не только лезвие это какой-то глюк английской локализации или что итак что мы знаем о мотиве деньги или влияние я полагаю из того что мы можем сказать глядя на вещи женщины она сама была бедной студенткой трудно представить чтобы у нее было что-то стоящее милорд понятно но в таком случае имеем ли мы дело с какой-либо обедой на жертву боюсь я не могу сказать помимо посещения букинистических магазинов обвиняемый мистер нацума похоже не часто выходит из дома на данный момент мы нам не удалось установить какую-либо связь между ним и жертвой я думаю чё такой молодой голос он студента бля если кражи обеда были исключены как мотив какая причина могла быть у господина нацума чтобы ударить ножом молодую женщину но несмотря на это вы арестовали этого человека совершенно неоправданным жестоким образом обжекшн ёпта блять ты хоть бутылки не бей козёл их же кто-то убирать должен блядюга прошу прощения за невежливость с которой я швырнул в зал для для зрителей только что откупоренную бутылку может не надо было этого делать но ваши слова испортили священный букет винишко блять прикиньте если бы прокурор года металл чашки с кофем в любые непонятные ситуации это была бы блять бомбардировка дрездена ведь это вы мой ученый друг здесь проявляете руководите всем что скотланд дьярд не арестовывает людей без ввеской причины это не подлежит сомнению инспектор грексон обвинение требует от вас официальных показаний объясните суду почему полиция пришла арестовать японского студента сэр да сэр погнали арест господина нацума как я сказал уже инцидент произошел в пять часов вечера и было необычайно светло видимость была достаточно хорошей и вокруг не было никого кроме потерпевшего и обвиняемого потерпевшей и обвиняемого совершенно неожиданно жертва получила удар ножом сзади после чего упала на тротуар обвиняемый сбежал разбросав свои вещи по по земле это были старые книги которые он только что купил кажется он возвращался домой из книжного магазина оставалось только выяснить кому принадлежат книги и мы нашли этого парня чтобы арестовать его как просто старые книги говорите а милорд у меня есть фотография места преступления сделанное после инцидента то есть пока вот эта бедная женщина лежала без сознания в ней торчал нож они ее не трогали и быстренько сгоняли за фотографом который принес свой фотик разложил его подготовил а в то время подготовить фотик для фотографии это было не блять открыть затвор и нажать на кнопку да они все это время ждали пока она там полежит ничего необычного там просто женщина истекает кровью поебать вообще кретины блядские ох да я ясно вижу книги о которых вы говорите так стоп между прочим а в то время уже вообще были цветные фотки или нет что-то мне кажется сомнительно даже трилогии фениксов фотки всегда были черно-белые какого черта тут их покрасили ну бля ладно я приму это эту фотографию в качестве доказательства хорошо вы японцы бесхребетная порода слишком трусливы чтобы признать поражение отрицая все несмотря на неопровержимые доказательства обратного ну я простите меня лорд ван зикс но ответчик не отрицает совершенного ничего как вы выразились что вы делаете мисс сусата продолжайте господин нацуме признался что сыграл определенную роль в инциденте не так ли господин нарухода ну теперь когда вы об этом упомянули когда мы навестили его в тюрьме он рассказал нам что произошло когда я шел по этому проклятому тротуару я мог различить единственные силуэт другого человека впереди меня женщина одетая в зеленое пальто она была и как раз когда я решил ее догнать она вдруг тихонько вскрикнула и рухнула на холодные твердые каменные плиты у моих ног я был в ужасе пришлось сваливать оттуда я бежал так быстро как только мог мои ноги несли меня обратно в мое проклятое жилище зеленое пальто ну это именно его и носит женщина на этом снимке о божечке фотографии фотография печать в полном цвете что мир придумает дальше как у них это получилось я немного не понимаю отвечик не сделал ничего кроме признания того что скрылся с места ужасного инцидента это не означает что он виновен в отвратительном преступлении ударе ножом в спину женщина но в тот момент там больше никого не было только эти двое жертва и обвиняемый другими словами никто больше не мог бы ударить женщину ножом а факт который обвиняемый признает это факт который обвиняемый признает похоже этот перекрестный допрос может оказаться решающим адвокат пожалуйста продолжайте доме лорд все или ничего мне придется использовать этот перекрестный допрос чтобы переломить ситуацию это наш единственный шанс перекрестный допрос арест господина нацума как я уже как я уже сказал инцидент произошел в 5 часов вечера и стоял стоял необычайно легкий туман но нацума говорит что почти ничего разглядеть было нельзя давай надавим стопа легкий туман говорите ну легкий для лондона на этот раз можно было увидеть противоположную сторону улицы но не больше и это называется легкий в этих краях да не то чего я ожидал я конечно же не ожидал что японец вроде вас будет знать об этом я конечно читал что лондон славится своими туманами но в моей стране люди обычно думают что это придает городу довольно красивый вид тх как идиотские да но это не то что мы лондонцы склонны романтизировать и я думаю что вы это понимаете да из этого тумана палач собирается смог а смогом дышать ой как нихера не не хорошо понятно в это время года туман становится причиной большого количества аварий особенно если он сильный иногда ты даже не можешь увидеть свою собственную руку на конце кисть на конце своей руки ладонь боже и правда на днях меня чуть не растоптали лошади прежде чем я успел разглядеть эти экипаж которые они тащили тянули везли гу сумса тасаны я определенно должен помнить что нужно остановиться посмотреть и послушать однако в тот день который нас интересует туман был несколько слабее обычного факт несомненно вызвавший сожаление у обвиняемого видимость была приемлемой и вокруг никого не было кроме потерпевшего и обв... потерпевшей и обв... блядь и обвиняемого давить как вы можете утверждать это с такой уверенностью очень очень просто мой ученый друг потому что это потому что так нам рассказали свидетели этого преступления а да инспектор грексон вчера упоминал свидетелей не так ли именно один из них полицейский я полагаю из скотланд фиарда это верно мэм тогда мы должны услышать их показания обвинение конечно вызовет их для дачи показаний если это будет необходимо но подождите минутку в пять часов вечера в разгар зимы уже должно было быть темно не имеет значения насколько легким был туман никто бы не смог увидеть я не в курсе ситуации на вашем крошечном острове на востоке но здесь в столице великобритании все главные дороги ночью освещаются газовыми уличными фонарями а обвинение полагает что было достаточно свет было достаточно светло чтобы стать свидетелем преступления верно здесь в лондоне впервые в истории человечества полностью победила тьму это значит что нам действительно необходимо выслушать показания этих свидетелей если бы я мог пробраться сквозь стуманатого перекрестного допроса возможно мы смогли вам кажется адвокат защиты подводит итоги продолжайте давать показания инспектор неожиданно жертва получила ножевое ранение сзади бля неожиданно жертва получила ножевое ранение сзади после чего упала на тротуар бля 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 а можно назад о спасибо надавить стопа сзади говорите вы вы говорите это верно вы можете увидеть это на этом фотоснимке да именно так инспектор рукоятка ножа явно торчит спины жертва и вы говорите это бедная женщина мисс грен в критическом состоянии в коме как минимум боюсь что да милорд она проходит лечение в барце я надеялся что она придет в себя до начала суда чтобы я мог взять у нее показания но этого пока не произошло да действительно жаль было бы очень познавательно услышать рассказ жертвы о событиях похоже удача на стороне вашего клиента наоборот мой моему клиенту невероятно повезло ваш боюсь что боюсь блядь как как это вообще перевести блядь что внутри вы слишком беспокоитесь хотя глаза говор хотя кажетесь серьезным целеустремленным как-то так обвиняем обвиняемый убежал разбросав свои вещи по земле и на этом мы будем давить уже в следующий раз на этом сегодня будем заканчивать всем спасибо за просмотр и всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok